Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко, приветствую наших радиослушателей. И сегодня у меня в гостях Михаил Скрябин, управляющий сеть «Мамина кухня». Добрый день. Добрый день, Михаил. Ну, собственно говоря, «Мамина кухня» кто-то знает, кто-то нет. А все мы знаем «Царское село», «Два колеса» и новый продукт, проект «Вареничная» на «Мелькомбинат» на «Хлебезаводском». Сетка общепита. Мы уже тут перед программой начали разговаривать. Действительно, давно я говорю о том, что общепит – это самый, наверное, сложный бизнес. А вот внутреннее какое отношение? Вот есть отношение такое, что я занимаюсь очень сложным бизнесом? Или как у нас? С каким вот внутренним отношением Михаил Скрябин каждый день утром идет на работу? Михаил Скрябин идет каждое утро на работу только на позитиве. То есть это основная задача Михаила Скрябина, которую он старается нести в массы, в компанию и в сотрудников наших, и для наших гостей. Потому что я искренне убежден, что при правильном позитивном подходе все дела будут делаться очень быстро, конструктивно и правильно. То есть и когда у тебя, у сотрудников горят глаза, то есть ты занимаешься любимым делом. То есть и тогда одно другое тебя подпитывает, и ты уже относишься к этому не как к работе, а как реально к любимому делу. То есть иду я все-таки на любимую работу к любимым своим сотрудникам. Такое их там уже 444 сотрудника, то есть на последнюю дату. Соответственно, и моя задача, конечно, это выстроение всех процессов компании, но основная, я их и ребят пытаюсь, управляющих своих зарядить, чтобы они несли позитив. А с каким настроением уходит с работы Михаил Скрябин? Уходит всегда с разным. Вопрос риторический, это в зависимости от того, как прошел свой день. Но, так скажу, никакие эмоции свои я, в принципе, стараюсь никогда на работе вообще не проявлять, кроме положительных. Поэтому мы уйдем в 5-6 вечера, ребята, объекты работают до 11-12, им еще работать. То есть давайте скажу так, что даже все спорные, конфликтные и другие ситуации мы разбираем только на следующий день. То есть когда уже нет смысла кричать, ругать, махать руками. То есть ребятам еще работать, и чтобы даже не портить им настроение, чтобы они спокойно могли текущий день доработать, мы все разбираем только на следующий день. То есть ситуация переносится... Вопрос гостям решается моментально, то есть у нас до этого все инструменты выработаны, внутренние все вопросы обсуждаются уже постфактум. То есть... 444 человек, это только коллектив, а гости, которым идет, в том числе, на работу утром Михаила Скорина, сколько? Есть вообще понимание, сколько? Есть. У нас примерно ежедневно проходит порядка 4,5 тысячи гостей. То есть это наше количество чеков, ну, то есть гостей чуть больше. По всем объектам. По всем объектам, да. Вот. Поэтому, да, мы растем. Вот новый объект, который мы запустили в марте этого года, да, то есть сейчас продолжаем с ним работу на Хребозовском проезде 22. Это кулинария, мы именно кухня, плюс новый бренд вареничный. То есть, казалось бы, в таком много вопросов было, почему это место, там нет автобусов, там нет остановок, там нет жилого массива. Но показывает, что гости за нашим позитивным продуктом едут. Две главные части города связывают между собой это место. Слушайте, но есть все-таки внутренние ощущения того, что общепит это самый тяжелый бизнес? Да сравнить, наверное, ни с чем. То есть, там, мне кажется, каждый... Всю жизнь. Да, всю жизнь в общепите, то есть, в принципе, как к студентам пришел, можно сказать, на четвертом курсе института, вот, так и в общепите. Есть такое мнение у ребят, и я знаю, что когда в общепит попадаешь, он затягивает. Да? То есть, да, то есть вот та именно, мне кажется, атмосфера, общение с гостями, коллективы, то есть они настолько индивидуальны, они настолько интересны, каждый сам по-своему, настолько сильные личности работают именно с точки зрения, там, как человека, да, то есть там в общепите, что уже потом ни на что менять не хочется. Требуются какие-то особые личные качества управленцам в сфере общественного питания? Вот по себе и по... Ну, у нас же такое профессиональное сообщество, достаточно коммуницирующее между собой, знаете, тех, кто руководит другими заведениями. Вот по личным качествам, что... Коммуникабельность. Мне кажется, это одно из самых таких... В общепите сферы услуг, в принципе, не может быть выстроена без взаимодействия между гостем и... Молча не построишь. Да, не построишь, да, потому что основная валюта, так скажем, в нашем деле это доверие, доверие между нами и нашими работниками, между нами и нашими работниками и гостями, да, то есть это вот то, за что мы всегда, то есть там, бьемся. И поэтому как, то есть без общения, то есть без коммуникации, выстроенных между всеми, так скажем, ступенями, то есть ты этого не добьешься, то есть ты никогда не будешь знать, то есть иногда обратная связь от гостя, она настолько цена, то есть там, но он никому не скажет, например, кроме тебя, поэтому я каждый обед стараюсь выходить в зал, общаться с нашими постоянными гостями, когда приезжаю на объекты, то есть всегда поговорить с кем-то, как в целом. Можно сказать, что вот, собственно говоря, это и есть добавленная стоимость, которая, ну, то есть это же не только общепит, да, ну, то есть вот там, условно говоря, в производстве есть такое понятие добавленная стоимость, а есть себестоимость, есть добавленная, которую ты, собственно говоря, там на прибыль, на все и относишь. Вот в общепите же там себестоимость блюд в несколько раз меньше, чем, собственно говоря, их продажная стоимость, да, вот что составляет эту добавленную стоимость? Да нет, это все-таки все, мне кажется, экономически обоснованное. Это дополнительные затраты, ну, то есть там все фактические затраты фондоплаты труда и коммунальные расходы, и налоговая составляющая. Добавленная стоимость, мне кажется, у официантов есть чаевые, да, то есть, ну, так если грубо сравнить, то мы всегда стараемся дать гостям что-то больше. Ну, то есть, чтобы они видели, что мы о них заботимся, что нам очень интересно, как у них, что. То есть, ну, даже с человеком не просто там выйти поговорить, как к нему блюдо или что-то остальное, просто иногда надо с ним говорить. Слушайте, ну, у вас, когда официанты обращаются по имененному отчеству, это уже там история, которая тебя располагает, прямо скажем. У нас официанты знают, какие гости пьют напитки, когда уж что надо подать, то есть там какому блюду, то есть у нас есть такая услуга, услуга как самовывоз, она очень популярна в наших объектах, да, то есть я тут стоял и наблюдал, что есть целый реестр, там у каждого гостя есть свои нюансы. Например, кто-то заказывает чай, просто говорит чай, но ему надо разлить в два стакана. Кто-то говорит, например, что ему не надо там приборы, да, то есть там по априори. И они уже знают, когда гость звонит, они уже знают, как то или иное, то есть или гость звонит, она говорит нам обед, то есть и официант тоже знает, что это там обед на двоих, то есть все, что надо... И из чего состоит. Да, из чего состоит. Поэтому это есть доверие. Тяжело выстраивать это? Как это делается? Это же люди, каждый со своим видением. Поэтому в нашем деле, то есть мы должны быть психологами, то есть я и управляющим своим, и администратором всегда говорю, что наша с вами задача – это разговаривать с нашими гостями, с нашими сотрудниками, то есть и относиться в первую очередь ко всем как к человеку, как к личности. То есть мы все люди, у нас есть свои потребности, и когда мы, ну, по-человечески друг с другом общаемся и пытаемся договориться, и делаем то, что от нас требуют, и то, что мы умеем делать, это все вот складывается. То есть и тогда уже не возникает вопрос, зачем ты сюда пришел? Ты понимаешь, что надо делать, а когда это еще все достойно оплачивается, и когда ты видишь от этого обратную связь от гостя, который уходит довольный, счастливый и говорит тебе огромное спасибо, и приходит завтра, и все. То есть вот этот весь пазл складывается в одну картинку, и все становится нам на своих местах. Ну, собственно говоря, мы с вами общаемся и за эфиром, достаточно многом, о многом разгаре, но есть вопрос, который я не задавал, но хочу спросить. Вот, опять же, бытует мнение, что, собственно говоря, ну, каждый проект в сфере общественного питания имеет свой такой жизненный цикл, да, то есть и, ну, там, по разной статистике, там, 80% в первый год или полгода вообще умирают, да, а так сменяемость концепции должна, там, где-то лет 5, по-моему, если я не ошибаюсь, там, да, и потом надо вот обновляться, меняться, все. А там базовая ваша площадка, Царское село, я уже не знаю, сколько лет, 13 лет, ну, изменения есть, наверное, но концептуально она не меняется. Ну, это... В чем залог успеха? То есть почему вы идете поперек теории общественного питания? Ну, я как бы... Ну, во-первых, эта концепция, мне кажется, больше применима к большим городам, да, то есть когда... Да, да, сменяемости вот этой, то есть жизневого цикла, так скажем, ресторана, там, 5-7 лет, то есть у нас же немножко другой менталитет, у нас другой все-таки более размеренный, там, тип жизни, вот. Ну, а когда ты, ну, так скажем, делаешь для гостя все, ну, то есть вот максимально в это все, что ему комфортно, ему все нравится, то есть вопрос, зачем менять? То есть зачем менять то, что там работает? То есть да, мы усовершенствуем, мы улучшаем, мы всегда стараемся чем-то гостям удивить, но и когда ты садишься на то качество кухни, которое тебя там полностью устраивает, кухни, сервисы, то есть у тебя уже не возникает вопросов, то есть там зачем, куда и почему, то есть ты идешь куда, ты уже уверен, что у тебя все будет именно так, как ты хочешь. То есть... Гарантированно. Гарантированно. То есть самое главное, то есть на наше большое преимущество, что мы стараемся всегда, чтобы гость пришел, он получил именно то качество сервиса, кухни, всего, то есть атмосферу, то есть на которую он рассчитывает. Ну, смотрите, Михаил, вот в Кирове ты можешь и сходить на гарантированное качество, и поэкспериментировать. Проблем с появлением новых там форматов и объектов у нас тоже нет. Мы всегда, ну, я и многие, я знаю, мои там друзья, товарищи, мы прям гордимся сферой общественного питания в Кирове тем, что к нам приезжают гости, и ты всегда можешь и удивить, и опять же там стабильно как бы гарантированное качество получить. И многие москвичи, я думаю, что и вы это прекрасно знаете от Кирова, ну, в очень хорошем впечатлении. Это сложно с точки зрения бизнеса, вот в такой конкурентной среде находиться? Как внутри для себя, опять же, это оценивать? Вот не дежурными словами, да, что конкуренция держит в тонусе, а вот внутреннее. А вообще, то есть я, ну, уже несколько лет говорю, и то есть всегда придерживался такого, что нет конкуренции у нас в общепите. То есть мы все коллеги с нашими, то есть там товарищами, да, то есть там кто занимается общепитом. Да почему? Потому что, ну, рынок общественного питания у нас в регионе еще недостаточно развит. То есть рынок еды не дома, он не развит еще так, как может быть разве, да, то есть там его сейчас трудно оценить в каких-то цифрах, да. Но заметьте, то есть открываются объекты, то есть они работают, то есть достаточно мало кто открывается, закрывается. Соответственно, у нас есть на этот спрос, то есть мы его еще там не покрыли, и для этого мы все работаем в одном ключе. Это культура ведь, по большому счету речь о культуре питания вне кухни, вне дома там своего. То есть у нас же сейчас другие ценности возникает, время, да, то есть которое там не восполнить, там, очень же хочется побольше времени с семьей провести, меньше на кухне, да, то есть поэтому именно вот когда, с точки зрения того, что мы даем эту услугу, и гостям она нравится, тут все концептуально правильно. Ну, то есть, поэтому мы все за то, чтобы это вообще развивалось. То есть я лично, вот, чем больше объектов общественного питания, в принципе, для любых других хороших, там, правильных объектов будут появляться в нашем регионе, это все будет только на пользу бизнеса, то есть там и городу, и региону в том числе. Вы, ну, многое и не только в Кирове знаете про общественное питание, да, как лидеры, собственно говоря, ну, и как профессионалы. Каковы сейчас современные тенденции? Вот куда идет сфера общественного питания? Там, в пандемию, там, развивалась доставка, и она ушла от каких-то банальных, там, да, пиццы и роллов, уже ты мог заказать все, что угодно. Потом, ну, собственно говоря, службы-агрегаторы, да, вот это развивалось. Что сейчас происходит? Я так понимаю, что мы теперь всегда будем жить в состоянии трансформации перманентной. Что сейчас является? Ну, вот тут под каждый регион по-разному, да, то есть это все тенденции различные влияют. Они расползаются из столицы? Они расползаются, и они еще, кроме того, что расползаются, трансформируются, исходя от потребностей, там, скажем, региона, да. Мы для себя определили, что это развитие именно быстрого, вкусного общественного питания, то есть это кулинарии, ну, то есть это еда, которую ты можешь прийти и купить хорошую, качественную еду. Приготовленную и домой принесли. Еду домой, да, то есть на ужин всей семье. То же самое, это, условно, что говорится про вынос. И вот новый бренд, концепция вареничная, это то, что мы можем приехать быстро, вкусно и недорого покушать, то есть буквально там за 20 минут, то есть там пельмени-вареники мы отдаем через 5-7 минут. Но при этом это полноценная, горячая еда. Это полноценная и горячая еда в наших традициях, в исконных наших традициях, да, которые у нас заложены генетически, и это мы все принимаем и понимаем. Поэтому тут везде по-разному, да, агрегаторы хорошо развиваются, потому что рынок развивается. То есть я не скажу, что он находится в какой-то... Растет рынок? Растет, он однозначно растет. То есть, ну, мы же были на заседаниях и в правительстве, когда говорили, что да, общепит растет. Ну, то есть с точки зрения оборота общепит растет, с точки зрения затрат общепит тоже растет, да. С точки зрения проблем с кадрами общепит тоже растет. Потому что, как бы, одно же за другим тянет. Поэтому есть куда еще развиваться, есть над чем работать, куда стремиться. Есть, на взгляд Михаила Скрябина, профессионала в сфере общественного питания, не занятые ниши в Кирове. Вот уже видели где-то там в других крупных городах, а в Кирове этого нет. В общепите? Да. Концепции? Ну, да, не знаю. Да, конечно, есть. Чего нет в Кирове? Что могло бы появиться? Это коммерческая. Ну, если сами... Ну, просто интересно, например, мы же вот смотрим на рынок, и нам кажется, что все есть. Вроде и так сходить, можно и так сходить. Нет хорошей, например, там, ну, на мой взгляд, нет хорошей си-фуд там, да, концепции? Нету. Тут концепции, они изрождаются в целом, то есть от помещения. То есть у нас достаточно много проблем, чтобы найти хорошее помещение под общественным питанием. То есть много требований, то есть энергоемкость, соответственно, вентиляция, плюс жилой-нежилой дом, это очень много всего влияет. Ну, и само расположение. Да, расположение, конечно. То есть мы вообще отталкиваемся от того, что мы сейчас под конкретное помещение будем, ну, ищем концепцию. То есть у нас есть разработан ряд концепций, которые мы бы хотели применить в регионе, да, но это все будет отталкиваться от того конкретно помещения, которое мы сможем найти. То есть очень много же вопросов у нас там жильцы и нежильцы, то есть там погрузка, разгрузка, экспликация. То есть и наши принципы просто мы максимально правильно стараемся, строим наши объекты по всем требованиям, чтобы потом не сидеть и не рассматривать какие-то предписания. Не бояться, что к тебе кто-то придет, и ты там пойдешь что-то ломать или пробивать, то есть нет. То есть все строится, мы проходим все экспертизы, мы проходим все проверки ради того, чтобы гостям было и нам было спокойно, что все максимально правильно и комфортно для себя. Провокационный вопрос. Приходилось сталкиваться среди сотрудников, а может быть и внутри себя, с мыслью о том, что ну куда вы денете, все равно в царское село придете. Репутация сложная, но это вот как первые два курса ты на зачетку работаешь, потом она на тебя, то есть мы уже застолбили свое место, все хорошо, такого нет по уровню, все равно придете к нам. Есть вот такие бывают мысли в коллективе, у себя где-то или вот... Да нет, таких, наверное, нет, мы все-таки всегда ориентированы на наших гостей, даже когда ситуация какая-то возникает с гостями, да, то есть мы всегда ее решаем в пользу гостя. Ну то есть нет, мы также за них боремся, то есть мне кажется, когда вот такой менталитет, не дай бог, у нас когда-то появится у кого-нибудь, то есть я, наверное, вырублю его топором, потому что... Гости наши, все. То есть ни я зарабатываю деньги, ни там, ни ребята-официанты, ни повара, гости, 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 все строится на наших гостях. Ну вот это же тяжелейшая история, Михаил, вот я для себя пытаюсь иногда подумать, да, то есть ты несколько лет создаешь репутацию, вкладываешься, делаешь все, что можешь, но общепит такая история, в которой, ну, случайность, не злонамеренный какой-то умысел, а случайность может привести к тому, что гостю что-то не понравится. Да он сам пришел в плохом настроении, там, сам просыпал там больше соли в суп, там, да, и начал как бы сказать, вот как внутренне-то с этим справляться, что ты столько сделал, ты столько старался, а он все равно, раз, ему там, суп ему соленый. Как это внутри-то себя побеждать? Так, спокойно, мне кажется, это со временем, но есть профессиональная деградация, да, такая, то есть там, ты к этому относишься, вот, это рабочие моменты, то есть, опять же, все гости индивидуальны. Ну, опять же, рабочий момент, но ты же не можешь к этому позволить себя отнестись, да, гостям больше, гостям меньше, как бы, это же там история... Мы отрабатываем каждую историю такую, то есть, в целом, то есть, я как управляющий, например, всей сети, то есть, каждое утро трачу на то, чтобы прочитать все отзывы по объекту. Ну, сажусь, у нас ежедневно все заполняется, то есть, ребята пишут и хорошее, и плохое, то есть, там, обязательно пишут... Это внутренняя какая-то история? Внутренняя, да, листы отзывов каждый вечер, то есть, каждый работник торгового зала, будь то кулинария, либо там, предприятие с обслуживанием заполняет эти бланки, и вот, жена иногда на меня ругается, что я там сижу все время что-то читаю, то есть, там, я либо вечером, ну, после закрытия это все скидывается, либо с утра сижу и просматриваю все отзывы. То есть, они сами, персонал пишет отзывы о том, как прошел день, условно говоря, да? То есть, иногда, ну, что может быть ребятам не так важно, кажется, ну, тогда ты смотришь это ежедневно, это просматривает управляющие объекты, и шеф-повара, то есть, там, барменеджер, и на протяжении, там, ну, всякие ситуации бывают, то есть, там, может быть, нам кажется, что правильно, а гости, систематически разные гости нам на одно и то же блюдо, например, указывают, либо он тоже, там, продукт какой-то... Что все-таки соленый. Что-то где-то не так, да, то есть, мы уже это вырабатываем, то есть, мы должны на это реагировать, то есть, опять же, то есть, мы под... в этом отношении у нас есть своя концепция, но имение гости для нас очень важно, ну, мы любим экспериментировать, то есть... Ну, да, у нас всегда что-то новое найдется, но при этом и классика всегда остается. То есть, мы всегда, ну, в этом отношении, там, наш бренд-шеф Алексей Еремеев, то есть, он у нас главный креативщик в компании с точки зрения кухни, ну, можно сказать, и всего остального, то есть, творческий человек, вот, и он очень любит экспериментировать с различными продуктами, вот, и очень интересно наблюдать обратную связь от наших гостей, как они реагируют на это. Банальный вопрос, но я даже предполагаю ответ, но знаю, что вы можете удивить. Что первично все-таки вообще пить? Кухня или вот все, что сопутствует? Помещение, пространство, атмосфера, обслуживание? Нет, ну, тут один ответ, то есть, который у меня, не знаю, то есть, там, кого, для меня это команда. Ну, то есть, без команды это... Будь у тебя помещение, будь у тебя кухня, без ребят, которые рядом с тобой, там, 24 на 7, это наш реальный график, да, то есть, там, это ничего не стоит, ничего не делаешь. Ты один в поле не воин, это точно про общепит. То есть, у тебя должна быть... То есть, я придерживаюсь такой политики, что, ну, и, в принципе, во всем каждый должен своим делом заниматься. То есть, у меня, у нас, в принципе, на каждой операции, на каждом, так скажем, отделе стоит руководитель, профессионал, которых мы, там, долго воспитывали, вырастили, да, то есть, там, вот, этим мы, там, занимаемся на протяжении последних, там, 8 лет, и без команды ничего не сделать. То есть, ты не пойдешь сам в зал, ты не пойдешь сам на кухню, то есть, у тебя, ну, везде должны быть классные, мощные профессионалы, то есть, на которых ты всегда можешь положиться. В этом смысле, иногда говорят о том, что, ну, и, собственно говоря, там, живут в парадигме того, что, ну, в Кирове все плохо, из Кирова все уехали в другие города, работать некому, никто ничего не хочет. Где Михаил Скоробин, 443 человека, не считая себя, находит? Есть эти люди в Кирове? Есть, с кем работать? Есть, есть, уезжают, это нормальная практика, уезжают, возвращаются. То есть, у нас достаточно молодые коллективы, то есть, ну, ребята, то есть, поэтому, в основном, так скажем. Вот, поэтому это нормальная миграция, они съездили, посмотрели, большой город, попробовали, поработали, понимают, что там... Возвращаются? Возвращаются, у нас очень большой процент возврата, то есть, там, ребят, которые, когда, типа, ну, уезжали куда-то, именно уезжали. Жизнь посмотреть. Да, жизнь посмотреть. Ну, это же нормальная практика, явление, когда тебе хочется, да, что-то съездить, там вот, ну, за мечтой-то надо разгонять, чтобы понять, что там особо-то ничем не отличается, и мечты-то там таковы, то есть, там, имеют план на это, так скажем, разрушаться могут. Вот, вот, поэтому, а где берем? Ну, очень было большое опасение, когда мы запускали, вот, новый проект в марте, что мы наберемся, у нас штатное расписание, там, порядка 100 человек было, сейчас там уже, по-моему, 110 на сегодняшний день сотрудников работают. Но, опять же, имидж компании, условия труда, то есть, там, оплата труда, то есть, это все формирует именно тот, что когда к тебе идут. Да, идут к тебе сотрудники, то есть, понимая, что, да, будут высокие требования, но будут хорошие условия труда, достойная заработная плата и отношения. Ну, то есть, опять же, то есть, у нас в компании нет штрафных сеток, у нас в компании нет какого-то там нечеловеческого отношения. А сколько уровней получается? Ну, вот это вот, да, ситуация, там, линейный персонал, руководитель подразделений, топ-менеджмент, сколько, вот так, по ощущениям этих уровней? Ну, три. Один, два, три. Три, 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 да, три, то есть, три уровня, я, наверное, четвертый, то есть, там, какой-то... А как получается, линейный персонал, руководитель подразделения, я, ну, объект-то, да, а потом кто-то... Нет, ну, вот идет непосредственно линейный персонал, потом идут, я бы сказал, это вот руководители среднего на развина, это наши именно су-шефы, администраторы, то есть, это кто 24 часа в сутки практически на смене, так скажем, то есть, которые вот работают, там, два на два, и они решают все операционные вопросы, потом уже идут руководители объектов вместе с шеф-поварами, ну, то есть, потому что это отдельный, там, класт, который, ну, генерирует, так скажем, работу объекта, то есть, там, всего остального, и дальше уже идет непосредственно руководство, вот и все. Понятно. Точно. Быстро летит время, завершаем первую часть программы, разговор по делу с Михаилом Скрябиным, через несколько минут вернемся. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Программа «Разговор по делу» веду я, Андрей Усенко, в гостях у меня Михаил Искрябин, управляющий сети «Мамина кухня». Уже начинали говорить про культуру общественного питания, культуру питания вне дома, теперь поговорил бы о такой составляющей культуры общественного питания внутри. Вот меня всегда, ну, тут, опять же, мне такое профессиональное мнение интересно, меня всегда, ну, наверное, отчасти привлекало, но, в общем, удивляло. В Европе, когда ты заходишь в кафе, семейное, ну, там, может быть, но возрастные официанты, ты иногда разговариваешь с ним, ты понимаешь, что он всю жизнь здесь проработал этим официантом. Он, если ты не первый раз приходишь, то он тебе уже по-отечески даже относится, то есть еще не, ну, то есть ты как будто к нему в гости приходишь. У нас другое отношение в сфере, там, услуг, это такой персонал, который, ну, вот, ненадолго, ребята, студенты, там, пока учатся, вот, поработать, да, из-за этого, собственно говоря, ну, то есть здесь такая полка о двух концах. С одной стороны, клиенты так относятся, да, и мы помним этот, там, 90-е, Тагилу, и все вот это, да, когда люди самоутверждались за счет этого. С другой стороны, ну, так сложился образ вот этого, этой сферы деятельности, что вроде тут, ну, перехватиться пока, а потом я стану, там, супер, там, менеджером. Вот есть, ну, вообще, это наше российское, или это ментально-национальное, есть у этого тенденции к изменению или нет? Вот, вот, что внутри сферы видно? Мне просто интересно с точки зрения персонала. Понятно, шефы, которые, ну, там, фигуры, там, да, имена, а все остальное, станет ли сфера услуг для людей, ну, сферой применения, там, на всю жизнь себя, там, условно говоря, или так и будет она оставаться вот этим, ну, таким временным каким-то решением? Вот что, что внутри сферы видно? Ну, тут же больше, давайте так, то есть, что происходит в Европе, да, то есть, там, мне кажется, 80% вот людей в возрасте, которые, в общем, пить и работают, это собственники. То есть, это их подход с точки зрения ведения бизнеса, да, то есть, что ты каждый раз приходишь к нему в гости, и это такая концепция, которая, там, ну, прижилась, она и работает. Тут же все в 90%, мне кажется, решает уровень дохода. То есть, если мы сможем... Достаточно? Да, если мы сможем обеспечить тот уровень дохода, когда человек будет понимать, что я работаю, и его все здесь нравится, и все устраивает, зачем искаться? То есть, у нас есть такие, там, примеры, то есть, у нас есть и возрастные официанты, да, то есть, там, у нас есть люди, которые работают вообще в эти вот и до. То есть, у нас раньше, у меня есть много знакомых, которые работают, так иначе связаны с общепитом, но которые работали, там, еще в свое время в ресторане «Вятка» и везде, то есть, потому что общепит, он, на самом деле, затягивает, то есть, там, и когда у тебя все, опять же, складывается, тебе некуда, там, незачем... Не тянет. Не тянет, да, то есть, там, сейчас ребята, которые работают в залах, официанты, они могут заработать достаточно неплохой доход, то есть, и, ну, он соизмерим. И интересен, наверное, больше, чем работа, не знаю, на заводе, либо где-нибудь еще, потому что это каждый день живое общение, то есть, там, с многими людьми, интересными людьми. То есть, я... у нас действуют такие системы обучения, то есть, мы не придерживаемся таких, там, жестких стандартов. Для меня важно, чтобы у нас каждый сотрудник был, опять же, личностью, чтобы он пришел к гостю, к столу, и он мог с ним о чем-то поговорить. То есть, не пришел... Не по скрипту. Да, не по скрипту, что «Здравствуйте, меня зовут, я буду сегодня вашим». Да, да, да. То есть, они могут обронить такие фразы, да, но, в первую очередь, они должны реагировать на гостей. То есть, опять же, да, то есть, пообщаться, поговорить, то есть, там, рассказать о тех блюдах, о новинках, всем остальном. То есть, должно быть, выстраиваться живое общение. То есть, мы должны приходить, то есть, это же будет годами нарабатываться, когда это будет профессия, условно, престижная, да, то есть, когда люди в него пойдут, и тут уже от нас, как от, наверное, работодателей... Как от индустрии. От индустрии зависит создание этих условий, чтобы людям было интересно. То есть, вот, самая основная задача. Про Тагилу сказали, а клиенты меняются? Вот, ну, много лет, там, второе десятилетие вообще, меняется клиент? Гости меняются. Ну, у нас не клиенты, у нас гости. Да, у нас в этом отношении, как бы, везде гости, то есть, потому что мы очень их любим, и, на самом деле, то есть, относимся к ним с большим уважением. Гости меняются. Меняются и гости, меняются их запросы. То есть, меняется пожелание. Когда все массово стали ездить в Европу, пошла одна тенденция, ну, то есть, там, одни запросы, да. Это по кухне или по уровню сервиса? По бару, потому что, ну, в свое же время, все же циклично. То есть, было сначала бум, там, условно, на, давайте по бару поговорим, да, то есть, на крафтовое пиво, то есть, на что-то такого. Потом, сейчас, на вино, да, то есть, там, тенденция идет, что всех гостей разбираются в вине, понимают, да, то есть, там, могут по органолептике отличить сорт винограда, то есть, и это классно, то есть, это постоянная игра с гостями. То есть, то же самое по кухне, да, то есть, там, морепродукты, локальные продукты, какие-то, там, интересные вещи, сочетания, то есть, у Алексея всегда, мне кажется, одна из таких очень сложных и массовых задач, что из простых продуктов сделать вкусное блюдо, да, то есть, там, потому что, ну, особенно, там, в последнее время, ну, сейчас вроде рынок стабилизируется, да, то есть, там, по продуктам, но, тем не менее, есть выпадающие, то есть, там, продукты приходится пересматривать, вот, поэтому, есть, гости нас заставляют все эти, все время двигаться, то есть, мы же, как хотим всегда быть на шаг впереди, поэтому, просто, постоянный процесс. Они труднее стали или, наоборот, легче? То есть, с одной стороны, человек, который ничего не понимает в вине, ты можешь ему подать любую бутылку вина, там, да, и он, там, ее выпьет. С другой стороны, когда человек разбирается в вине, он приходит к тебе уже более осознанно. А они разные, то есть, они везде разные, да, то есть, там, есть и такие, есть и такие, но мы никогда не продадим то вино, которое не понравится. То есть, наша задача сделать каждое посещение наших ресторанов, то есть, для гостя праздника, то есть, чуть-чуть превзойти его ожидания, вот и все. То есть, предложить ему то, что, может быть, он совсем не хотел, но это он съел или это он попробовал и получил от этого стопроцентное чистое удовольствие. Слушайте, ну, я очень надеюсь, даже знаю, что, собственно говоря, вам это удается и получается. Очень мало времени, Михаил, но не могу не спросить, про локальные продукты зашла речь. У вас в меню регулярно появляется это. Что про вятскую кухню? Что? Ну, давайте про вятскую кухню сделаем предысторию, да, то есть, мы начали с вятских продуктов, то есть, мы уже в наших меню обозначаем, да, сейчас идет тренд на локальные продукты, на местные продукты, у нас очень хорошо. Фермеры начали работать, да, то есть, ну, с точки зрения их там развития. Появляется она вот, начинает появляться вот эта вот... Появляются продукты, из которых можно создать вятскую кухню, да, то есть, давайте вот так скажем, те продукты, с которыми надо и можно, можно и надо работать, да, то есть, это именно то, что тебе уже не надо сейчас покупать, словно пармезан, ты его можешь купить в Кирове, Кировский пармезан, ну, то есть, там, вятский, да, то есть, ты можешь купить другие виды сыров, ты можешь купить мясо, да, которое, то есть, наше местное и которое там хорошее. То есть, из всего этого мы, конечно, сделаем этот, ну, наша, наверное, задача создать вятскую кухню. Ну, давайте, не будем скрывать, мы с вами работаем над этим проектом в рамках 650-летия. Очень бы хотелось. Вы знаете, мне кажется, что нам повезло, на самом деле, у нас все правильно складывается. Мы не продукты подбираем под кухню, придумав ее или, там, возродив из каких-то, там, исторических архивов. Собственно говоря, то, о чем вы говорите, формируется состав продуктов локальных, на базе которых можно делать наши блюда кировские. Когда они, вернее, я знаю, что у вас уже появились обозначения. Обозначения, да, мы взяли герб Кировской области, нанесли его в меню, ну, то есть, напротив тех продуктов, которые, то есть, и блюд, которые делаются из местных локальных продуктов. Дальше мы сейчас ведем ряд переговоров, то есть, мы взяли базу фермеров, мы работаем с местными, с нашими заводами различной направленности, да, чтобы, как можно, так скажем, сконцентрировать интересных вятских продуктов в нашем меню. Ну, вынужден завершать, время подходит к концу программы. Я хочу очень эгоистичное, на самом деле, пожелание сформулировать. Пусть ни у вас, ни у ваших сотрудников никогда не появляется вот этого состояния, а все равно придут, никуда не денутся. Потому что... Вырубим топором, потому что... Это была программа «Разговор по делу». У меня в гостях был Михаил Скрябин, управляющий сетей «Мамина кухня». Михаил, спасибо. Спасибо, Андрей. Программу вел Андрей Усенко. До свидания. До свидания. Разговор по делу.